Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Рады вас приветствовать в нашем новом вебинаре. У нас, как всегда, конец месяца, и мы встречаемся с Александром, чтобы посмотреть на рынок, услышать для себя полезные мысли, которые мы в дальнейшем сможем применять также и в своей торговле. Но прежде чем мы начнем, как всегда, с чего мы начинаем сначала, это предупреждение о рисках, всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и с этими рисками нужно разобраться, прежде чем переходить к работе уже на реальном счете и начинать активно торговать. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, я расскажу буквально несколько слов о компании. Компания Admirals. Мы являемся брокером уже более 20 лет на рынке. Мы предоставляем услуги для трейдеров, инвесторов, работаем в различных юрисдикциях практически по всему миру и даем возможность как инвестировать, так и торговать. Более чем доступны более 8 тысяч инструментов. Это и акции, и валюты, и индексы. То есть фактически самые ликвидные инструменты, они представлены. Для торговли мы предлагаем платформу MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Также есть мобильное приложение, через которое также можно торговать и инвестировать. Также я напомню, что у нас также проходит кампания, приуроченная к черной пятнице. Это повышенный кэшбэк для трейдеров. Поэтому если вы еще не участвуете в этой акции, то на нашем сайте вы можете подать заявку и успеть еще в ней поучаствовать. Как раз вот 26 числа будет самый большой кэшбэк до 50% на спред. Поэтому если вы торгуете, торгуете активно, то вот дополнительно также можете принять в ней участие. Со своей стороны мы всегда уделяем большое внимание обучению, поэтому мы очень рады, что Александр раз в месяц может к нам присоединяться на эти вебинары и делиться своим опытом. И также для того, чтобы вы могли всегда пользоваться нашими ресурсами, я рекомендую подписаться. Сейчас я тоже приложу ссылочки в наш чат. Это подписаться на телеграм-канал и подписаться на ютуб-канал, в котором, кстати, вы всегда можете также найти и записи вебинаров. И как раз там у нас будет проходить конкурс, в котором можно выиграть книгу с автографом Александра. И об этом, о правилах как раз этого конкурса я расскажу уже чуть позже. Но вот пока вы можете подписаться, чтобы не пропустить ни записи, ни как раз возможность принять участие в данном конкурсе. Как я уже сказал, сегодня наш такой стандартный план нашего вебинара. Мы поговорим о ключевых инструментах, как мы всегда это делаем. То есть S&P 500, DAX 40, евро-доллар, золото. Также мы подведем итоги конкурса предыдущего месяца. То есть рассмотрим те бумаги, которые у нас победили в предыдущий месяц. Поговорим о тех бумагах, которые прислали на конкурс как раз на следующий месяц. Дальше будет серия ответов на вопросы. И в конце я также расскажу про индикаторы, как получить вот индикатор Александра, который можно поставить в платформу MetaTrader 5. И еще раз проговорю про правила конкурса. И забегая немного вперед, хочу сказать, что мы решили попробовать немного другой формат конкурса. Поэтому если вы активно принимаете участие в наших конкурсах, то обязательно или перемотайте видео на это время. Внизу будут тайм-коды. Или дождитесь как раз, если вы сейчас онлайн, данных правил. Спасибо большое, Роман. Всегда очень приятно с вами работать. Вы когда упомянули про английский и русский, вспомнилось, как у меня совершенствовался английский язык. В детстве учил английский, но не только в школе, но еще родители наняли частную учительницу, очень хорошую такую даму. Ида Карловна ее звали Рахамяги. Жила она в Таллине. И я когда соскочил с советского корабля и приехал в Америку, то я мог объясниться, спросить дорогу. Достаточно, чтобы даже работу получить. То есть я говорил по-английски, но не слишком свободно. Но когда мой английский действительно стал улучшаться, это когда у меня начали заводиться американские подружки. Причем когда все хорошо, только держишь друг друга за руки и только так смотришь друг другу в глаза и улыбаешься. А вот когда вот доход дело до ссоры, хочешь высказать свое, вот тут-то слова начинают появляться. Вот это самое лучшее средство для развития словарного запаса. Сильно рекомендую. Очень интересное время проводить этот вебинар сегодня, потому что на рынках серьезное движение происходит. Чем больше движения, тем больше естественных возможностей заработать. Когда рынки плоские, недвижущиеся или движутся медленно, каждый день немножко выше, каждый день немножко ниже. То это трудно. А вот такие боевые рынки, это, конечно, гораздо интереснее. Мы смотрим на рынок S&P Standards & Poor's 500. Это 500 самых крупных акций в Штатах. Как измеряется крупность акций? Это берется цена акций на сегодняшний день и сколько акций выпущено этой компании. Поэтому есть огромные киты Google, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix. И есть такие довольно мелкие компании. Так вот в смысле капитализации, то есть общей слоимости компаний, S&P включает в себя 70% всего американского рынка. Поэтому это очень представительный рынок. Что мы видим на экране? С левой стороны недельный график, с правой стороны дневной. Стратегическое решение на недельном, тактическое на дневном. Система тройного фильтра или тройного экрана, как иногда называют в России. И мы видим, что на недельном графике S&P бьется головой о потолок. Почти каждую неделю чуть-чуть выше, а заканчивает плоско. Не может пробиться никак выше. При этом, глядя вниз, мы замечаем, что MACD гистограмма продолжает расти. И поэтому импульсная система зеленая, а индекс силы совершенно плоский. Я смотрю на это с очень большой степенью подозрительности, потому что я люблю покупать дешево, продавать дорого. Большая новость. И сейчас рынок стоит высоко. И на недельном графике он стоит четко выше зоны ценности. Зона ценности – это зона между 12-мя слезащими и средними. И поэтому я ожидаю, и торгую в том же направлении, ожидаю коррекции. И, как вы видите, эта коррекция происходит каждые несколько месяцев. Хотя мы в бычьем рынке находимся, каждые несколько месяцев на недельном графике S&P падает в зону ценности или даже немножко ниже этой зоны. Импульсная система зеленая. То есть, значит, график S&P мне коротить нельзя. Запрещает играть накоротко. Но есть очень много акций, которые мне позволены коротить, что я, собственно, очень активно на этой неделе и делаю. Смотрим на правую сторону дневной график. И здесь мы видим одну из моих любимых фигур для трейдинга – ложный пролом вверх. То есть, если мы проведем линию, видите, как бы два пика есть. Вот-вот-вот. Вот как раз Гарабан сейчас повесил эту красную линию. Это был предыдущий потолок рынка. И, значит, сегодня среда рынке, последние три бара – это неделя. В пятницу рынок чуть-чуть сунулся выше уровня сопротивления. В понедельник он рванул и заглох, и заглох, и упал ниже. И с тех пор, значит, все время опускается. И на дневном графике уже опустился S&P в зону ценности. Импульсная система, как вы видите, красная. Индекс силы четко указывает вниз. Сладкое время торговать, конечно, было в понедельник, вторник. Ну и сегодня тоже. Сейчас, значит, ситуация немножко посложнее. Именно в данный момент. Сейчас в Штатах меньше часа дня. Еще полдня осталось в рынке. Поскольку на дневном графике рынок переоценен, вполне было бы реально увидеть небольшой взлет, небольшое ралли. Но по большому счету, я думаю, что этот двойной пик поставил крышку на взлете. И я ожидаю более серьезной коррекции. Хотя не сегодня. Такое у меня мнение, такой у меня взгляд, такая у меня позиция по трейдингу с S&P. Ну что, посмотрим дальше. Александр, может быть, такой вопрос по поводу предпраздничной торговли. То есть завтра день благодарения. Завтра день благодарения. Значит, завтра все американские рынки будут закрыты. А в пятницу американский рынок откроется, акции откроются только на 3,5 часа. Они откроются в 9.30 и закроются в час. А опционы закроются в час 15. То есть завтра рынок закрыт. В пятницу рынок открыт на полдня. Все, у кого есть несколько долларов, уезжают из города. Поскольку я живу в горах, мне никуда уезжать особо не надо. Тем более, что, конечно, все дороги, все аэропорты забиты совершенно. Но в это время всегда на рынках пониженные объемы торгов. Пониженные объемы торгов. И когда они понижены, то тем из нас, кто остается и сидит перед экраном, возникают очень интересные возможности. Потому что от относительно небольшого нажатия на какие-то акции они могут сильно или взлететь, или упасть. То есть, с одной стороны, в припраздничной торге стоит ожидать меньших объемов сделок, меньших объемов торгов. С другой стороны, вполне это самое время ждать какого-то подвоха. Именно потому что объемы маленькие, и акцию легче толкнуть. И люди, которые знают об этом, тоже как бы говорят, а не буду торговать на праздники. Буду сидеть дома, жарить индейку, что там полагается. Поэтому это такая очень сонная неделя, я бы сказал, для многих людей. Спасибо, Александр. Сейчас тогда я включу DAX-40. Знаете, я не смотрел на DAX с прошлой недели. Конечно, очень впечатлительно это дело выглядит. Давайте поставим линию сопротивления на недельном графике сначала. Вот поверх пика, который был летом, вот чуть-чуть выше, вот так вот. Вот он, ложный пролом вверх. Ложный пролом вверх. Один из лучших сигналов для трейдеров. Знаете, новички, когда они видят, что акция или индекс пробили уровень сопротивления, они говорят, все, на Луну, на Луну, да? А профессионал, когда видит вот такой пробой, сразу же говорит, а не будет ли разворота? Развороты бывают гораздо чаще. Большинство пробоев, бывают иногда настоящие пробои, иногда новички выигрывают. Но большинство пробоев ложные. И поэтому я всегда очень внимательно их высматриваю. На немецком рынке, на DAX, вы видите, что был очень серьезный ложный пролом вверх. МСД гистограмма на недельном графике уже кликнула вниз. Значит, у нас налицо такая довольно жесткая медвежья дивергенция. Посмотрите, последний пик МСД гистограммы, это было в начале года, где-то в феврале. И пик теперешний. Рынок выше, а МСД гистограмма слабеет. И это, я смотрю на это и говорю себе, эта коррекция еще не достигла дна. Первые недели, такие коррекции не кончаются за одну неделю. Да, смотрим на правую сторону, видим дневной график, как он сегодня шуганул вниз, а сейчас уже поднимается от дна, вернул примерно половину своей потери от вчерашней цены закрытия. Да, трепыхается, но я не верю, что это конец спада. Давайте посмотрим на евро-доллар, про который я в прошлый раз сказал, что выглядит он довольно грустно. И я после той беседы пришел, значит, у меня офис, как я говорил, на чердаке, чердак с двумя окнами в горы. Не чердак, это галерея такая наверху дома. Я спустился, значит, со своего, в кавычках, чердака и говорю, Женя, ты знаешь, посмотрел на евро, я должен заплатить несколько тысяч евро за зимний курорт, где у меня, значит, заказан. Я думаю, наступает время, что скоро я буду за него платить, потому что евро падает. Я все ожидаю, что евро попадет сильнее и притормозит. Вот тут-то я и начну платить. Но еще это время не настало. И глядя на этот график сегодня, опять-таки, я на него в прошлой неделе не смотрел, вижу, что, а, торопиться не надо, б, что, я думаю, мы, скажем, на первой заре, вижу первые лучи, первую зарю разворота. Почему? Потому что недельный график упал ниже конверта. То есть пациент в депрессии, как я говорил уже не раз, рынки напоминают мне маниакально-депрессивного пациента. И мы это видим на всех. А лучший инструмент, чтобы определить диагноз, это мания или депрессия, это конверт. И когда у пациента мания, когда пациент выскакивает выше верхней границы конверта, я начинаю думать о продаже и продаже накоротка, шортинг. А когда у пациента депрессия, то я хочу этому пациенту помочь. Пациент выбрасывает активы на рынок, говорит, пожалуйста, они мне обжигают пальцы, заберите их у меня. И я помогаю этому пациенту, снимаю у него с рук эти горящие активы. Вот этот момент приближается для евро. То, что евро ниже нижнего конверта на недельном графике, это пациент в клинической депрессии. Вот тут-то о болезни маниакально-депрессивный психоз. То есть пациент евро-то самоубийство не совершит, то есть пациент не погибнет. Значит, не погибнет, он выйдет из депрессии, у него будет опять маниакальный эпизод. Давайте будем готовиться. Как готовиться? Смотрим на дневной график. Идем на правую сторону, и мы видим, что глубина МСД-гистограммы глубже, чем она была в сентябре. То есть цены ниже, и медведя сильнее. Как оно и должно быть в тренде вниз. И я хочу увидеть бычью дивергенцию, которой еще нет. Бычьей дивергенции нет даже на индексе силы. Последний график внизу, который более чувствителен, чем МСД-гистограмма. Поэтому доктор говорит так, у пациента депрессия, продолжайте привязывать его к кровати, чтобы он, господи Бог, не выпрыгнул из окна. Но я приду с визитом через неделю, через несколько дней. А пока держите его. Окей. Переходим на золото. Золото меня немного расстраивает, потому что я держу одну золотую, одну серебряную акции. И из очень большой прибыли они превратились в такую среднюю прибыль. И я чешу репу и думаю, так, снять всю прибыль и, сказать, забыть про это дело или подержать, пока вернется обратно вверх. Личный вопрос. Значит, золото отвечает... Золото движется в ответ на две основные движущие силы. Одна – это инфляция, а другое – это страх. Страха сейчас в мире не очень много. То есть есть всякие, так сказать, хулиганские государства, которые создают соседям головные боли, но вот такой вот настоящей заварушки, заварухи, вроде бы в меню в данный момент нет. Поэтому страх – это не фактор. А инфляция – это четкий фактор, потому что в Штатах цены растут, и растут довольно основательно. Цены на бензин, которые при Трампе были порядка трех долларов, при нашем замечательном новом президенте достигли шести долларов. Мелочь, пустячок, нет? Думаю, что нет. Цены на дома выросли, где-то процентов в среднем. Цены на дома выросли за год, я уже не помню точную цифру, 25-30 процентов. Дикий рост цен. Инфляционное давление, очевидно, присутствует. И при этом золото упало. Я смотрю на недельный график, где я принимаю стратегическое решение, и говорю, так, у золота есть еще возможность продолжить взлет вверх, потому что оно пробило зону ценности и вроде притормозило в последний день. Я сижу, так сказать, с рукой с пальцем на спусковом крючке, стрелять мне свою позицию в золото или нет. И глядя на этот график, я говорил, ну, размер, на который золото пробило зону ценности, очень сходен с размером, который был в предыдущем месяце. Если вы чуть-чуть немножко влево пойдете, вы видите, вот это нормальные уровни пробоя. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Золото находится примерно на таком же уровне. Поэтому паниковать и бежать здесь я не хочу, но очень внимательно смотрю, продолжится ли падение. В таком случае я, значит, соберусь бежать. Глядя на дневной график, с правой стороны, он нравится не очень. Но, опять-таки, глубина этого пробоя очень сходна с предыдущими пробоями. Вот был пробой в октябре и до этого был пробой в сентябре. Поэтому я продолжаю держать свою позицию. Если бы у меня кто-то спросил сегодня, у меня нет никакой позиции по золоту, сказал бы человек, я вот думаю, не открыться ли. Я бы сказал, начиная, подожди, когда МСД гистограмма на дневном графике перестанет быть красной и когда на недельном графике перестанет быть красной. И начни подемножку закупаться. Осторожно. Спасибо, Александр. Открываю нефть марки Brent. На нефти была очень сильная коррекция последние две недели. И похоже, что мы увидели уже конец этой коррекции. И опять-таки, глядя слева на недельный график, опять и опять и опять поведение рынка. Причем то ли это евро, то ли это нефть, то ли это золото, то ли это акции Amazon. Amazon – это фигура, которую вы видите раз за разом, за разом, за разом. Так живут рынки, потому что они отражают поведение толпы. У толпы бычий настрой по нефти. Нефть идет с нижнего левого угла в правый верхний. Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять, что любой актив, который движется из левого нижнего в правый верхний, находится в бычьем тренде. Но периодически бывает паника. Иногда мелкая. Мелкая паника – это вернуться к зоне ценности. А иногда такая более крупная паника. Это ниже зоны. Была паника в октябре прошлого года, была паника, где сейчас показывает роман в июле, и была паника сейчас в ноябре. Вот так вот. Экономика кипит. Откепительный сезон начался. Так что фундаментальные факторы, как говорится, ветер в спину наполняет паруса. А на правом графике, на дневном, мы видим, что вот эта коррекция, что мне не очень нравится, то, что индекс силы нырнул глубже, чем в прошлом месяце. Но ничего особенно страшного. Недельный график гораздо важнее. Недельный график показывает, наконец, коррекции. Поэтому пользуемся дневным графиком, только чтобы находить точки входа и выхода. Я осторожен, поэтому я не люблю покупать в зоне ценности. Я считаю, что зона ценности для всех. Дайте мне скидку. Я хочу купить дешевле. Поэтому я бы ждал, чтобы цена нырнула пониже зоны ценности на дневном графике с тем, чтобы закупать нефть. Но, с другой стороны, если кто-то мне сказал, я бык, я хочу купить нефть, добро пожаловать. Я смотрю, опять-таки, налево на недельный график, и импульсная система только что из красной на этой неделе стала синей. То есть, конец коррекции. Так что вполне легально покупать здесь нефть. Личный выбор я бы подождал, но это, как-то, вопрос индивидуального трейдера. Совершенно легальная покупка. Спасибо, Александр. И я хотел еще задать такой вопрос. То есть, мы получили тоже такой отдельный вопрос по этому инструменту. И, в принципе, сейчас все больше люди интересуются по поводу биткоина. Как вы смотрели на то, что если мы сейчас попробуем положить график биткоин к доллару... Добро пожаловать. Добро пожаловать. Я делал только одну сделку на биткоине. Потерял 2000 долларов и сказал, Алекс, ты ничего не знаешь про биткоин. Держись в стороне. Держись в стороне. Занимайся тем, чем... О! Недельный график выглядит совсем неуютно. Совсем неуютно. Мы видим двойной пик. Вот это первый, а это второй. Ложный пролом вверх, опять-таки. То есть, все методы работают для биткоина. Просто, я не знаю, может, у меня старческая, но мне биткоин кажется новым платьем короля. Может быть, я... Мне придется... Есть американская поговорка eat crow, есть ворону, когда что-то сказал, а потом оказалось, что был неправ. Съешь ворону. Но я продолжаю чувствовать высшую степень подозрительности к биткоину. О чем я уже не раз говорил. И одно из них то, что за ним никто не стоит. То есть, то, что люди любят, он анонимный все. За ним никто не стоит. Если американский доллар упадет на 5-10, 5 ничего, 10-15 процентов, все власти страны встанут на уши и будут защищать доллар. А биткоин... Вот так вот, да? И он находится в очень опасной зоне на недельном графике. На дневном графике он в разгаре коррекции. Все те же инструменты можно использовать для биткоина, потому что... Видишь, что такое технический анализ? Технический анализ это анализ поведения толпы. Цены определяются толпой. Покупатели, продавцы и неопределившиеся трейдеры. Вот это вот три основные группы, которые определяют цену любого инструмента, будь то нефть или биткоин или помидоры, если вы хотите. И технические индикаторы это просто инструменты, которые позволяют нам увидеть поведение толпы в какой-то более-менее математической форме. Все работает. Кстати, Роман, картинка для книги. Переходим к дневному графику. Проведите кружочек вокруг вот этого первого пика, который в октябре был в МСД-гистограмме. Левее. Вот вокруг этого пика. Вот так. Хороший пик. Теперь то, что вот ниже нуля было падение. Следующий. Вот такую же картинку. То есть это сломали спину быку. И вот теперь в самом начале ноября, как раз на 7 ноября, вот это была сила быков опять. Если вы торговец биткоином, и вы видите, что биткоин выбился на новую, рекордную, новую рекордную высоту, и в это время МСД-гистограмма начертила колоссальную медвежью дивергенцию, то вот там деньги на столе. Опять-таки, я боюсь торговать биткоином по той простой причине, что там очень много воровства, периодически взламывают всякие кошельки, и деньги пропадают. Кроме того, цена торговли очень... Во всяком случае, я не хочу, говорится, не хочу, опять-таки, американская поговорка, лить дождь на чужой парад. Кому-то это нравится, кому-то... Кто-то умеет на этом делать деньги, и я желаю им удачи и успеха. Но, опять-таки, будь это нефть, биткоин или Кока-кола, вот то, что вы видите на этом экране, я вам советую просто сохранить эту фотографию, распечатать ее и повесьте на стенку около компьютера к себе. Неважно, биткоин это или что-то другое. Когда я вижу такую фигуру, я торгую. как сказал один очень плохой политик, когда я слышу слово «культура», моя рука тянется к моему парабеллому. Когда я вижу такую фигуру, я сразу открываю свой вход в один из своих торговых счетов. замечательно. Сохраните ее. Причем, это не шутка, я совершенно серьезно говорю. Когда вы увидите такое в следующий раз, стрельба. И сигнал к стрельбе подается, кстати, когда МСД гистограмма, видите, вот второй этот пик маленький, она зелененькая, а потом она перестала быть зеленой. Перестала быть зеленой. Вот это спускать курок. Спасибо большое, Александр. Как раз был вопрос, насколько те индикаторы, те инструменты применимы к этому рынку, но я думаю, что вы вполне в полной мере на него ответили. Спасибо большое. Тогда я сейчас переключусь как раз на информацию по нашим победителям. Мы сможем как раз подвести итоги конкурса и сказать, кто у нас победил в этом месяце. Сейчас я запускаю демонстрацию экрана. сейчас должно быть видно. Несколько слов с моей стороны. Во-первых, было достаточно много бумаг, которые предлагались, которые показали отрицательную динамику за этот период. Но есть хорошие новости, скажем так, их две, как и два победителя. У нас победила Анна Викторова уже второй раз. И она, кстати, принимает участие практически под каждым видео оставляет как раз свои наблюдения и инструменты. Здесь я со своей стороны думаю, что Анна поздравляю с той прибылью, которая могла быть по Pfizer, который показал 19% роста за последний месяц. И в этом случае, как у нас уже было, мы выбираем победителя второго, кто занял второе место, кому мы еще не дарили книгу, и этим победителем стал Стас Дубровский, который предложил бумагу стикерам LAD. Поэтому я со своей стороны также, как обычно, напишу на YouTube канале, как можно будет забрать одну книгу, мы с вами свяжемся и ее обязательно вам также направим. И также у нас было предложение по поводу шарта, мы еще обсуждали вот эту бумагу AMD, и здесь собственно самый большой убыток был по этому месяцу хотя бы предлагался шорт, то есть вот такие такой момент. Ну и как я уже сказал, то есть мы решили немножко поменять правила конкурса, об этом я расскажу также в конце видео, как мы будем принимать заявки уже к следующему вебинару. Вот, с моей стороны это все, Анна, Стас, со своей стороны вас поздравляю, и Александр снова передаю слово вам. Очень приятно было вас слушать, Роман. Вы знаете, тысячи лет назад, очень давно, я был, у меня есть хороший друг в Калифорнии, очень знаменитый аналитик, но очень знаменитый, но все счета, которые он вел, торговые счета, заглянул под стол, только что заметил под столом, группа охраны сидит под столом, собака. Этот аналитик разбивал все свои счета. Теория, а не практика. И вот как-то давно, я был у него в гостях, он разбивал очередной счет, а когда я у него спросил, где ты ставишь стопы, он мне сказал, на полной серьезе, настоящие мужчины стопами не пользуются. И с тех пор я всегда говорю, я хочу торговать как девочка. И большинство участников рынка это мужчины, женщины в меньшинстве, но в моем опыте процент успешных трейдеров выше среди женщин, потому что они задают практические вопросы, а где деньги, а что если потеряем, и кроме того, наглости меньше, такой самоуверенности, которая у всех у нас есть, включая 5 лет, я знаю, куда это пойдет, поэтому я себе все время напоминаю, Алекс, торгуй как девочка, и я очень рад видеть, что у нас женщины участвуют в этом процессе, и вот Анна постоянно участвует и побеждает уже второй раз. Анна, поздравляю вас, желаю вам продолжения ваших успехов, очень приятно с вами работать. Едем дальше. У нас есть акции, которые прислали участники вебинара, и есть несколько вопросов. Я думаю, что мы успеем сегодня все их разработать, проработать, а если нет, может быть, мы затянем на 5-10 минут. Роман, вы хотите, чтобы я свой экран, наверное, теперь. Да, я остановил свою демонстрацию, вы можете переключить на вашу. Вы знаете, во-первых, я хочу начать с совета бедолаги, который потерял деньги на AMD. Для него и для других наших участников просто... А, вы видите мой экран? Нет, пока нет. Одну секундочку, это я. Сейчас мы его... А, вот share screen, и вот desktop, и share. Так, а сейчас вы видите экран? Да, все, платформа запросилась. Прекрасно. Вы знаете, есть акции, которые я не корочу, побаиваюсь их коротить. Если я это делаю, то только буквально в такой короткой сделке, которая, может быть, занимает один, два, три дня. И одна из этих акций, вот компания AMD, которая Advanced Micro Devices, которая наш участник, который предложил загородить эту акцию, получил самую большую потерю. Почему? Почему я их не корочу? Потому что есть... Вы знаете, я не фундаментальный аналитик, я технарь, но я держу ухо открытым относительно фундаментальных дел. во всем мире сейчас дефицит чипов, которые идут во все, в холодильники, в пылесосы, в машины, не только в телевизоры. И это Advanced Micro Devices, это одна из ведущих компаний по производству этих чипов. Другая компания, еще более крупная, это TSM на Тайване, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Будьте очень осторожны коротить те компании, которые весь мир стоит в очереди за их продуктами. Они могут назначать цены, которые устраивают их. Причем для этого не нужно аналитику какую-то особо читать. Моя газета, которую я читаю каждое утро, это Wall Street Journal. Это новости такого типа, что нехватка чипов по всему миру, это на первой странице газеты. И не один день подряд. А уже потом запросто посмотреть, а кто главный производитель чипов? Advanced Micro Devices. Давайте не будем их коротить. Хочу поделиться с вами другой акцией. все эти компания по производству чипов Тайван Manufacturing, ТСМ, Тайван Semiconductor Manufacturing, Advanced Micro Devices. Есть аппаратура, на которой эти фабрики построены. То есть сами вот эти станки, которые делают чипы. И все эти станки выпускает одна компания. Одна. Интересно? Компания называется это голландская компания. Ее акции торгуются в Америке. ASML. ASML. И акции дорогие. То есть это недельный график. Акции стоили 300 долларов, когда пандемия только на донышке пандемии. Сейчас они стоили дошли до 900, и сейчас 800 долларов стоят на сегодняшний день. И сейчас начинается распродажа. Недельный график, блестящая медвежья ревергенция на недельном графике. Акция идет вниз. Будем коротить? Нет. Нет. Ни в коем случае не будем коротить. Будем дождаться, пока у пациента закончится его маленький депрессивный эпизод. Смотрим на дневной график ASML. Уже почти достиг нижнего конверта. Но это будет долгосрочная покупка, поэтому будем ждать, пока недельный график перестанет быть красным. Не коротить. Покупать и купить, держать какое-то время, видимо, довольно долго. просто совет. Я не могу вам ничего заветовать, потому что я не знаю вашей финансовой ситуации, вашей толерантности к риску. Я вам просто показываю то, на что я смотрю и о чем я думаю. Просто думаю вслух. Давайте посмотрим, что пришло на наш конкурс. Сегодня Дмитрий предлагает компанию АМТ. Одну секунду. Компьютер от стены отключен. Подключил обратно. АМТ. Американ Тауэр. И Роман, как всегда, чтобы мне не бегать между разными экранами, я всегда боюсь потерять связь на этом. Откройте, пожалуйста, Финвиз и посмотрите, когда будет earnings report для этой компании? Пока здесь только 28 октября. Прошел уже. Повторю то, что говорил много раз для повторения мать учения, особенно для новичков. Американские компании раз в три месяца выпускают сообщения о своих доходах. обычно они все довольно кучно делают. Сейчас заканчивается сезон докладов. И эти доклады могут колоссально двинуть акцию. Показываю вам пример сегодняшней сделки. Вчерашние сделки сегодня вышел. «Как вам нравится такое?» «Как вам нравится такое?» Закоротили эту кампанию, представьте себе, и вот здесь она рванула вверх. Почему? А потому что вышло сообщение о доходах. или как насчет такого, что у нас было сегодня? А вот ADSK. Как нравится такой вариант? Вчера вы купили эту акцию, я коротил. Вчера вы купили эту акцию, а вот как она торгуется сегодня. Вчера она закрылась где-то на 305 долларов, сегодня, сейчас, на данный момент она торгуется по 252. Небольшой шок. Большой шок. То есть будьте колоссально осторожны, прежде чем планировать позицию по любой акции, проверьте, когда будет earnings report, сообщение о доходах. И это можно узнать на нескольких веб-сайтах. На NASDAQ публикует эту информацию. Сайт, который я люблю использовать, это Finviz. есть еще один сайт, называется earnings whispers, шепот о доходах. Прежде чем войти в любую сделку, вам нужно это дело посмотреть. Значит, возвращаемся, идем к AMT. AMT American Tower Corporation. Недельный график выглядит очень, извините, дневной, недельный график выглядит очень не худо, очень не худо. Почему? Значит, коррекция началась в августе, один удар вниз, второй удар вниз. Желтые точечки на индексе силы показывают, что это сигнал паники на рынке. И мы видим предыдущие паники. Вот была паника, ну, у всех была паника тогда, это была пандемия, вот была паника в марте этого года, хорошее время покупать, пациенты депрессия, мы покупаем. Была небольшая паника в октябре и еще одна паника вот сейчас в ноябре. То есть паника есть, а падение прекратилось, цена уже находится выше уровня сопротивления. Это маленькая желтая точечка справа на уровне 262,5 доллара показывает, что если АМТ будет торговать дороже, чем 263, то импульсная система станет синей, то есть отменится запрет на покупку. Смотрим на дневной график, на дневном графике уже имеется настоящая бычья дивергенция. Кто-то помнит, что мы говорили о ложных проломах вниз? Вы видите, ложный пролом вниз на дневном графике, он уже кончился. то есть вот так вот интересная сделка. Желаю вам успеха. Едем дальше. Анна Викторова или Анна Викторовна, я никак не разберусь, написано и таким образом, и таким. И Анна хочет посмотреть на акцию LUMN. Опять-таки Роман смотрит на на Финвиз. акция. 3 ноября было. Прекрасно. Акция, вы знаете, очень полезный ключ на клавиатуре, это стрелочка вниз. Вот так вот. Беседую с вами, нажимаю, акция где-то торговалась по 45 и по 40 долларов, потом попала в какие-то передряги и опустилась, но опять-таки это пандемия, все опустилось тогда, опустилась до 8 долларов с копейками. И с тех пор четко поднимается тренд вверх, длительный тренд вверх. И в данный момент торгуется по 13,82. Импульсная система недельная, зеленая. И Анна еще пишет, что высокий коэффициент продаж накратка почти 10%, 9,5%. То есть то, что столько людей закоротило эту акцию, это как бы если она пойдет вверх, то начнется паника у этих людей, они начнут закрывать свои шорта и на этом акция может подняться еще резче. Смотрим на дневной график. Легальная сделка, тоже зеленая. Кстати, сегодня, вчера, сегодня рынок был крупно побит, а эта акция идет против рынка наверх. Так что выглядит очень приятно. Выглядит очень приятно. Я обычно избегаю акций, у которых недавно был гап, но в данном случае это не самый важный фактор. Желаю успеха. Андрей пишет, предлагает купить акцию TPX. TPX это матрасы делают. Вы знаете, я матрасы давно уже не покупал, жена их давно не покупала, но очень много появилось компаний, которые матрасы продают. Причем они дают бесплатную пробу на 6 месяцев, на 9 месяцев, и даже есть жулики, которые заказывают его, через 6 месяцев отсылают его обратно, берут его из другой компании, и так далее. и так далее. Я ожидал, что старая установившаяся компания должны страдать от такой конкуренции. Они живут очень неплохо, тренд абсолютно четкий вверх, коррекция началась в сентябре, и эта коррекция кончилась в зоне ценности. У Медведей было полдюжины возможностей пробить зону ценностей, и они потеряли эту возможность. Акция не опускается ниже зоны ценности, держит дно. Цена на данный момент 44 доллара 6 центов. Когда earnings были, сообщения о доходах, Роман? 28 октября. Тоже. Следующий будет навскидку 28 января. У нас есть пара месяцев. Если это опять-таки желтая точечка, она показывает, где акция перестанет быть красной. 44 20. 20 центов вверх, и мы легальные. Идем на дневной график. Просто красиво. Просто красиво. Берем и ставим, проводим линию под предыдущим донышком. Вчера матрасная компания продавила матрас, а сегодня вышла обратно. Имеется ложный пролом вниз. Ложный пролом вниз. Дневной график позволяет покупать, потому что перестал быть красным. Если цена поднимется еще на 20 центов, 44 20, то и недельный должен перестать быть красным. Будет легальная покупка. Очень не худо. Желаю успехов. Едем дальше. Александр хочет купить акцию, предлагает купить акцию одной из наших больших мобильных компаний Verizon. Не нравится мне этот недельный график. Не нравится тем, что я слышал в новостях, что в Америке бычий рынок. Шучу. слышал в новостях. Так вот, Verizon стоил на донышке пандемии, когда пандемия только ударила по нам, 48 долларов. А сегодня он стоит 52 доллара. То есть компания поднялась на 10% за два года. И в последний год просто тонет. Причем тонет все быстрее и быстрее и быстрее. Что это крупно не в порядке с Verizon. Я даже не хочу смотреть на дневной график. Мы на секунду на него глянем. Ложный пролом вниз, но очень хилая внешность недельного графика заставляет меня полностью потерять интерес к этой акции. Недельный график, стратегическое решение. Денис предлагает компанию NSG, незнакомый тикер. А, букву пропустил. INSG. Роман, посмотрите, пожалуйста, Earnings, я не узнаю этот тикер, чем компания занимается? INSG. Earnings 3 ноября и компания это технологии Communication Equipment. Нажимая на свою любимую кнопочку вниз, компания в принципе никогда ничего не стоила, она всегда стоила, двухдолларовая компания, которая в феврале этого года попала на волну и взлетела от 2 до 20. Видите, потом колоссально она упала, когда вы видите вот такой очень длинный столбик или свечу, это обычно знак, что был gap. Я переключусь на минутку на дневной рынок, чтобы проверить это. Да, вот это падение от 22 до 6 долларов, большие gap. То есть акция оказалась крупно побитой, а где-то в районе 6 долларов она затормозила, стала подниматься покупка легальна. Покупка легальна, потому что импульсная система синяя на недельном графике и она же она красная, правда, на дневном, но инсига стоит 6,70, если поднимется до 6,85, то будет 15 центов выше, будет легальной. Но у этой девушки плохая история. Видите? У нее в этой акции плохая шутка, у этой акции плохая история. То, что она вот так вот лежит в плоском виде и ничего не происходит. И вот только вот был этот один колоссальный всплеск и сейчас опять в принципе ничего. Будет еще один такой всплеск? Может быть, а может быть нет, а может быть через 4 года. Хотите ждать? Едем дальше. Сергей хочет посмотреть акцию компании Dell. Хотя я читал Wall Street Journal где-то месяц тому назад, что организаторы этой компании собираются ее делать частной опять, то есть вынести ее с рынка. естественно, если он это будет делать, то ему придется акции другие выкупать и, видимо, акция так четко рвет вверх. Недельный график зеленый, абсолютно игнорирует слабость на рынке. Дневной график сегодня как скакнула акция. Вполне легальная покупка, но на любителя. Я люблю покупать дешево и потом снимать прибыль, когда акция растет. Эта акция уже от 15 до почти 60 долларов. Но это легально. Сергей, если вам нравится, добро пожаловать. Легальная покупка. Опять-таки, вы знаете, у нас у всех, это не то, что я прав, а кто-то другой не прав. У нас у всех есть склонность к разного типа акциям. Вот меня хлебом не корми, дайте мне акцию, которая будет выглядеть как тот график биткоина, который я так расхваливал. Ложный пролом вверх, медвежья дивергенция. Вот тут есть пара из ушей. А это легальная сделка, пожалуйста, можно, но интереса нет. Но это совершенно нормально, что разных людей привлекают разные акции. Я иногда кому-то сказал, если бы всем нравились блондинки, то брюнетки были бы не пределы. У всех разные вкусы во всем, в том числе и в акциях. Вполне легальная сделка. Артем хочет закоротить шорт. Я сам смотрел на это дело не так давно, но как-то сделка не состыковалась. Форд. Когда у них доклад о сообщениях был? 27 октября. Прекрасно. Форд явно компания делает что-то очень правильно. То есть Форд уже вырос. Сначала на донышке пандемии Форд стоил порядка 5 долларов. Сегодня он стоит 20. Импульсная система зеленая, покупка легальная. Что мне совершенно не нравится, что Форд выше верхнего конверта и индекс силы, эти желтые точки показывают, что на лицо то, что называется паника покупателей. Люди боятся упустить. И объемы этих покупок людей боящихся упустить совершенно вышли за всякие пределы. Если мы посмотрим вот так вот обратите внимание вот была предыдущая паника и после этого акция затормозила несколько месяцев. вот еще была паника покупателей и после этого акция затормозила на несколько месяцев. И сейчас происходит паника покупателей. Я предпочитаю подождать. Я предпочитаю подождать, пока акция вернется хорошая компания с хорошей фундаментальной моделью, но я предпочитаю подождать, когда вернется к зоне ценности, где-то в район 15-16 долларов. Опять-таки легальная покупка, но на вкус и цвет. Смотрим на дневной график. Не нравится. Не нравится мне этот дневной график. Потому что в понедельник был ложный пролом вверх. Мы смотрим на недельный график. Прекрасная акция. Компания сейчас четко переориентируется на электромобили. Новое начальство, о котором специалисты высокого мнения. Но недельный график переоценен, а дневной график показывает ложный пролом вверх. То есть сигнал играть накоротко. Естественно, я боюсь играть накоротко с такой замечательной компанией. Это как раз то, что Артему предлагает. Накоротко. Артем, безумство храбрых поем и песню. Был такой советский припев. Если будете коротить, будьте очень осторожны. Можно попасться. легально, то есть даже нелегально на недельном. На следующей неделе, если Ford останется ниже пика этой недели, то импульсная система станет голубой. продажа накоротко на следующей неделе станет легальной. Я иногда, когда вижу, что точку перепада на следующую неделю, я одалживаю для этой. Скажем так, недельная я бы даже не брал как возражение против сделки в шорт. Дневная позволяет шортить, но будьте осторожны. Будьте очень осторожны. если эта штука пробьет выше пика этой недели, то снимите потерю быстренько и ждите следующей возможности. Я люблю шортить, я очень люблю шортить, но я предпочитаю более такие слабые мишени. Так, у нас осталось три сделки посмотреть. Валентин хочет закоротить TTM. Что-то очень знакомое. TTM. Тата Мотрес Индуси. А, вот это другая песня. Смотрим на недельный график. Недельный график уже ослаб. Тата взлетела от 5 долларов до 30, еще сильнее подъем, чем у Форда, но на недельном графике был ложный пролом вверх. импульсная система стала голубой. Смотрим на дневной график, и тут Тата уже даже красной стала. Вот это более сказать, менее зубастые мишени, я бы сказал. Желаю успеха. Рала хочет посмотреть, закоротить ABN, что очень знакомо опять-таки. ABN. Вы знаете, это нет такого символа на американской бирже, на бирже Соединенных Штатов, так что не знаю, что это такое. И последнее, Григорий хочет предлагать закупить ILMM, Illumina, американская компания. Роман, посмотрите, пожалуйста, earnings, когда сообщение о ценностях, сообщение о доходах, извините. Я пока играю с кнопкой, которая показывает вниз, посмотреть историю этой акции. 4 ноября было. уже кончилось. Она поднялась, 10 лет назад была 50 долларов, она поднялась до 550, на дне пандемии она стоила 200, до 550, сейчас она стоит 363 доллара. Значит, стратегическое решение на дневном, извините, на недельном графике. Донышко было в октябре, это донышко было 378 долларов, а сейчас 363, то есть имеет место пробой вниз. Вот так вот, да? Но пробой не очень инициативный, и мы видим бычью дивергенцию на индексе силы. Если на следующей неделе эта акция будет торговаться дороже, чем 359 долларов, то импульсная система перестанет быть красной, станет синей. Смотрим на дневной график. Не нравится, не нравится, как эта иллюмина вот течет вниз, просто вот течет вниз. Нет активности никакой, просто идут постоянные какие-то продажи. как сказал, если она будет торговаться на следующей неделе дороже, чем 359, это будет легальная сделка, но тяжеловато выглядит. Нет такого ощущения, что нет впечатления, что она задормозила и готова начать подниматься. Окей, мы рассмотрели все сделки, некоторые мне понравились, некоторые нет, но как вы понимаете, я это делаю не для того, чтобы гладить всех по головке, а с тем, чтобы поделиться с вами своим взглядом на акции. Я надеюсь, что самое важное для вас это не то, что конкретная акция, на которую вы посмотрели, это не фокус, это не то, на чем мы фокусируемся здесь, а то, как их анализировать. Надеюсь, это вам пошло на пользу. Роман, у нас, если вы не возражаете, еще минут 10 тогда я очень быстро постараюсь ответить на вопросы. Да, конечно. Артем спрашивает про криптовалюту, я уже ответил на этот вопрос. Абзал спрашивает прокомментировать Джесси Ливермора и можно ли повторить его успех в наши дни. Джесси Ливермор был великим трейдером, кстати, был болен маниакально-депрессивным психозом и застрелился в один из таких эпизодов, к сожалению. В наши дни его успех повторить можно. Есть совершенно гениальный трейдер на Уолл-Стрите, его зовут Стив Коэн, Кохен по-русски был бы, он пришел на рынки без ничего и сейчас один из самых богатых людей в Америке только благодаря трейдингу. Только благодаря трейдингу. Книжка недавно про него вышла. Посмотрите, Стив Коэн, он такой держится довольно секретно. Очень успешные люди есть. Но что я могу сказать? Супер успешные люди это люди, которые полностью отдают себя этому делу. Полностью отдают себя этому делу. Некоторым из нас в данном случае у нас есть другие интересы. Так что если бы я занимался только клепанием денег на рынок, их было бы гораздо, их было бы больше, но каждый выбирает свой путь. Но люди с успехом типа Джесс Ливермора присутствуют, они среди нас. Их мало, но они есть. Александра спрашивает, знаком ли я с Александром Герчиком? Ни в коем случае. Нет, не знаком. И что я думаю о его стратегии? Я не знаю ничего про его стратегию, я знаю, что он был таксистом, я ничего не знаю про его трейдинг. Роман спрашивает о моем мнении по торговому подходу на меньших таймфреймах. Абсолютно тот же подход. Я иногда занимаюсь дейтрейдингом, не каждый день, но я просматриваю эти внутридневные графики, иногда вот так хватает за лицо, вот видишь какую-то фигуру, я это делаю. Принципы те же самые, принципы абсолютно те же самые. Я принимаю стратегическое решение на 25-минутном графике, почему не на получасовом, потому что я хочу быть немножко быстрее конкурентов, а тактическое на 5-минутном. Сегодня мы смотрим недельный дневной, недельный дневной, для внутридневной игры я смотрю 25-5, 25-5. Для того, чтобы заниматься внутридневной торговлей, у вас должна быть абсолютно холодная дисциплина, потому что если вы начинаете думать с одной стороны, а с другой, ну а может быть все, сделка проиграна. Действовать нужно, это бездумная в каком-то смысле игра, учиться гораздо лучше на дневных графиках, где у вас есть, вы смотрите на дневной график, у вас есть время подумать, может быть вечером после ужина еще раз посмотреть, а если вы смотрите на 25- или 5-минутный график, вот так вот, без размышлений, так что это не игра для новичков. Сергий спрашивает, глядя на графики CXP, у него вопрос CXP, фух, мы видели эту картину, Сергий пишет, показывает практически тотальный отсутствие движения, опираясь на ваш богатый трейдерский опыт, как бы вы описали данную ситуацию, консолидация непонятная, нет, все очень понятно, что это означает, Сергий, вам нужно выйти на интернет и впечатать адрес типа Finance Yahoo или просто тикер впечатайте, что происходит здесь, эта компания, опять-таки ничего не знаю про нее, просто я этих графиков не смотрелся, она стала предметом тейковера, то есть какая-то другая компания ее закупает, и когда она торговалась, ее последняя цена была порядка 16,5 долларов, а другая компания покупает ее по 19, то есть где-то 20% дает надбавки, 19,17, и компания покупаемая согласилась быть купленной, компания покупающая сошлась с ними по цене, и сейчас, если это две компании из одной отрасли, то им нужно это делать, есть организации по борьбе с монополиями, и видимо это антимонопольный какой-то комитет, пошло на проверку, и сделка не может состояться, пока антимонопольный комитет не даст им отмашку, это совершенно такая честная проверка, как правило сделка происходит, если сделка не происходит, то эта компания конечно хряпнется довольно крупно, и вот у вас есть возможность, если вы купите эту компанию, и сделка произойдет, вы заработаете 2-3-4 цента, если сделка провалится, вы потеряете 2-3-4 доллара, то есть когда вы видите такую картину, просто следующая картинка, все, сделки больше нет, для обычного человека, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, два вопроса еще осталось, здравствуйте, Александр, как вы считаете, стоит ли учиться на крохотном счете в 500 тысяч долларов, или разумно задумываться о трейдинге только при возможности войти на рынок со счетом примерно 10 тысяч долларов и более, чтобы обеспечить себе минимальный запас прочности, спрашивает Валентин, для меня даже 10 тысяч это микроскопический счет, но что я вам хочу сказать, учиться можно на любых деньгах, только надо забыть, что это деньги, да, то есть игра, когда вы учитесь, и особенно когда вы учитесь с крошечным счетом, это действительно крошечный счет, вам нужно на него смотреть сугубо как на учебный инструмент и ваша задача показать, что вы можете заработать доход в 10, 15, 20 долларов в год. Скромно, ни разу не потеряв за месяц более 10% двузначной цифры, то есть любая потеря составляет единички, а прибыли постепенно нарастают, вот это то, что вы должны показать, и если кто-то сказал, давай, Алекс, я тебе там счет в 1000 долларов, сделай из этого 1200 за год. Вот именно так бы я поступил, я бы стал играть по доллару, по два, это занимало бы кучу времени, овчинка выделки не стоит, но если вы на самом деле, у вас нет денег и вы хотите научиться, овчинка выделки стоит, потому что когда вы научитесь, то вы сможете взять деньги в управление, например, вам нужно показать людям, что вы умеете это делать, вот так вот, то есть цель не прибыль, цель репутация. Последний вопрос, Алексей спрашивает, защищаете ли вы свои позиции без убыток и как вы это делаете? и да, и нет. Сегодня я закрыл сделку, потому что она пошла против меня и если ставить точно на безубыток каждый раз, то обычный рыночный шум вас выбьет из этого. Допустим, вы купили что-то за 10 долларов, акция поднялась до 10 долларов и 20 центов, вы ставите стоп на 10, она опять опустится на эти 20 центов и выбьет вас. У вас должен быть определенный деловой риск какой-то. Другое дело, что этот риск должен быть ограничен по формуле, которая у вас должна быть. Читайте мою книгу. Поэтому я не зацикливаю сильно на безубытки. Естественно, что в то же самое время у меня есть на этой маленькой сделке я потерял небольшие деньги, но у меня есть другие сделки, в которых действительно серьезные деньги завязаны. На них я внимательно смотрю, если не начинает поворачивать против меня, то я сорву небольшую прибыль, чтобы быть уверенным, что сделка будет безубыточной. Кстати, долгое время пришлось учиться этому делу, потому что жалко снимать маленькую прибыль, когда ждал большую, но постепенно тренируешь себя на том, что маленькая прибыль это лучше, чем большая потеря. странно, да? Роман, я думаю, что все. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Как всегда, были рады вас видеть, слышать. У меня еще небольшая часть расскажет про конкурсы, про индикаторы. Со своей стороны еще раз спасибо и хорошего праздника. Спасибо большое. Всего хорошего. на прощание покажу вам свою группу охраны. Видите, да? Это 50% группа охраны, вторая половина на другом этаже. Вот так вот. Всего хорошего. Спасибо, Александр, и до свидания. Спасибо. Коллеги, я как раз говорил о том, что расскажу по поводу правил конкурса и также про индикаторы. То есть мы в самом начале как раз смотрели индикаторы и их вид, как они действуют на метатрейдере. Соответственно, здесь для того, чтобы получить данный набор, вы можете установить его на ваш метатрейдер, который у вас открыт от компании Admirals. Если вы являетесь клиентом и у вас реальный счет с балансом более 200 евро, эти индикаторы будут функционировать. Для того, чтобы запросить как раз эти индикаторы, необходимо написать на почту elder-disk-sobaka-admiral-markets.com. Сейчас я также в чат напишу, что вы смогли сразу же скопировать и написать. Ну, а те, кто будет нас смотреть в записи, то в описании к видео эта ссылка будет также доступна. К этому набору вы получаете сами индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию, как их установить. Ну, фактически, вы точно такой же вид, как мы смотрели в самом начале. И все индикаторы, все инструменты вы можете как раз прогонять по системе Александра и задавать вопросы в ходе наших вебинаров, ну и, собственно, учиться подходу в рамках этих вебинаров, которые мы проводим с Александром раз в месяц. Также вопрос по поводу вопросов. Все вопросы мы принимаем в записи на нашем YouTube-канале к этому видео. Сейчас я еще раз прикладываю ссылку на YouTube-канал. Если вы на него еще не подписались, то как раз самое время это сделать. И также расскажу про правила конкурса. Мы решили их немножко поменять, так как с одной стороны мы видим, мы берем дистанцию от вебинара к вебинару, но мы видим то, что какие-то сделки могут реализовываться в течение нескольких дней, в течение месяца. То есть тренд не всегда идет вверх или вниз. И поэтому мы хотели бы попробовать его немного поменять. То есть как раз в рамках этого видео, которое вы смотрите, правила будут такие. То есть во-первых, это как всегда подписаться на YouTube-канал, поставить лайк видео и предложить в комментарии к этому видео сделку по одному активу, который торгуется в Адмиралс. Это может быть акция, валюта или индекс, но лучше выбирать как раз если акции, то американского рынка допустим. Но в любом случае вся акция, которая торгуется у нас в конкурсе будет участвовать. Вопрос в том, что не все бумаги, к сожалению, Александр сможет рассмотреть, потому что не все акции доступны на американской бирже. Но мы можем посмотреть на нашем метатрейдере. Так вот, для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно в комментариях написать три, четыре вещи. Так, ключевое. Это инструмент, это цена входа, это стоп-лосс и это тейк-профит. Здесь важным условием является то, чтобы эта сделка должна быть реализована как раз от дня нашего сегодняшнего вебинара до дня нашего следующего вебинара, то есть, соответственно, в период с 25 ноября по 22 декабря. То есть, если у вас сделка, например, будет сформирована завтра, то есть, вы посмотрите, найдете, то вы можете сразу же писать. И, соответственно, если мы проверим, что цена, ту, которую вы указали, была как раз в рамках этого периода, именно цена входа, то ее мы зачтем. Если цена входа будет как раз в период, то есть, например, 5 ноября, то, конечно, такая сделка участвовать не будет. Идея в том, чтобы сделка как раз реализовалась в течение вот этого периода месяца от вебинара к вебинару. То есть, сделка может идти неделю, день, и тот и тот вариант подходит. Ну и, собственно, мы выберем победителя с наибольшим результатом в процентном отношении, то есть, чье движение будет выше от точки входа до take profit, то, соответственно, мы его и подарим участника с книгой. Если будут случаи, когда цена не дошла до take profit, то, соответственно, мы все это тоже рассмотрим. Это наш тест, то есть, мы постараемся понять, насколько эта система конкурсов, в данном случае, она подходит. И обязательно учтем, если что-то будет не так, но вот на следующий месяц мы решили действовать по такому принципу. И важный момент, комментарии нельзя редактировать. То есть, если вы поменяете комментарии, то это отображается на YouTube-канале, то есть, мы такие сделки засчитывать, естественно, не будем. И если цена входа будет, что называется, после дня вашего комментария, то такие сделки тоже не засчитываются, чтобы сделка не указывалась постфактум. То есть, если, допустим, сегодня 1 декабря, то есть, сделка, цена входа по вашему параметру реализовалась 2 декабря, то эта сделка защитится. Если будет видно, что такая цена была за день до вашего комментария, то такая сделка учитываться не будет. Я чуть подробнее об этом рассказал, но мне кажется, что правила довольно-таки простые. То есть, здесь я тоже привел пример с картинкой. То есть, вы указываете, где войти, где выйти по стоп-лоссу, где выйти по тейк-профиту. И куда цена придет, мы зафиксируем, то есть, или сработает тейк-профита, или будет просто цена в этом диапазоне. То есть, мы посмотрим, какая акция показала себя лучше всего. Ну и по поводу вопроса, то есть, ваши вопросы оставляйте в комментариях к этому видео. Тоже не забывайте ставить лайки. И, соответственно, все вопросы я передаю Александру заранее, и он их рассматривает в ходе нашего следующего вебинара, который будет у нас как раз 23 декабря. То есть, это будет финальный вебинар в этом году. Вот, в принципе, все рассказал по конкурсу. Если будут какие-то уточняющие вопросы, пишите обязательно в комментариях к видео, задавайте. Но мне кажется, что такой подход, как и, в принципе, предлагали тоже разные участники. Вот сейчас Абзал тоже вижу, пишет комментарий, что предлагали такой подход. Вот попробуем. То есть, он тоже нам кажется более интересным. И вот после года подобного конкурса мы решили немножко поменять и в таком формате его использовать. вот поэтому на сегодня это все. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Еще раз напомню, что у нас стали выходить вебинары с Александром и на английском языке, поэтому тоже можно на них подключаться. Ну, а так мы с вами увидимся через месяц, посмотрим, что на рынках, зададим, как всегда, Александру важные для нас вопросы, ну и послушаем его мнение. Спасибо большое, всем хорошего вечера и до свидания. Спасибо. 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 .